Так, ну а теперь нам надо наделать столбики-держалки, да? Все эти можно было сделать побольше, конечно, чтобы они сюда сошлись, как бы поближе. Ну да ладно, как сделали, так сделали, в следующий раз сделаем лучше. Итак, столбики мы говорим, да? Ну что ж, я люблю делать столбики из, догадайтесь, трех раз, из цилиндриков. Так, вот цилиндрик. Я его сразу же, будучи убежденным, что так надо. Так, теперь говорю, edit mode. Говорю, control B. Так вот. И делаю закругление вот такие. Все. Столбик готов. Теперь просто его уменьшаем. Вот так. Уменьшаем. Вот таким делаем. Ну. Так. И заодно сразу смус. Еще немножко. Ну так. Наверх. Еще наверх. Вот так. Переставился. Чем больше. Так вот. Так. Скажем, объект. Снайп. Курсор. И R. Начинаем крутить. Вот сюда один поставим. Нам надо еще раз сдвинуть по G. G по Y вернее. Вот поставили сюда. Так. Не высовывается сильно? Нет, нормально. Далее. Еще раз. Оставим сюда. Так. Shift D и R. Сюда. Shift D. R. Сюда. Shift D. R. Сюда. Прекрасно. Столбики все на месте. Выделяем их. Говорим Shift D. И тащим по Y. Вот сюда. Смотрим. Да. Вполне прилично стоит. Отлично. Теперь выделяем эти все объекты. Объект. Где у нас? Ctrl Y. В этот раз сработало. И тоже убираем у него всякие RSC Transforms. Все остается на месте. Программа запомнила, что он здесь стоит. Далее берем вот эти. Можно уже, наверное, я думаю, удалить. Опа. Нельзя. Поэтому мы сделаем еще четвертую. Третью. Вот это уже четвертая будет. Так. Пустышка, пустышка. Мт. Вот она, 0,3. Да. То есть, что мы имеем? Мы имеем здесь вот эти вот штуки. У них в центре здесь стоят. У них стоит пустышка для них специальная. И сняты все RSC. То есть, на листах. Видите? Это хорошо. Это говорит о том, что мы спокойно можем теперь RSC подключить. убрать Relative, Constance, Object Set и сказать, что у нас будет Intimate 3. Так. А здесь у нас и должно быть 9 штук. Правильно? 9. Вот так. Поворачиваем сюда. Берем R и понеслась. С этим мы справились. Теперь ободочки надо сделать, да? Ну, ободочки я тоже предпочитаю делать из цилиндрика. Сейчас сделаем. Возьмем S, Shift A, Shift A, Shift A, возьмем, Shift A и возьмем цилиндрик. Так, где он у нас цилиндрик? Перевернем его R по Y 90 градусов. Нет, по X 90 градусов. Так, и вылечим. С, жюх. Так, где-то, наверное. Сейчас посмотрим. И уменьшаем. S по Y. Теперь точно по Y. Далее говорим. Edit mode. Это я чихнул так по-шпионски. Не, не, ни в коем случае не работает. Не хочешь, не надо. Возьмем вот. Ну, не BVL, а вот это возьмем сейчас. И с помощью ее вот. Вот так. Вот так. И отрежем. А, извиняюсь, 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 извиняюсь. Вот теперь. Слишком много раз попробовал. Мне вот так один раз надо. Вот так немножко. И все, и сказать теперь. Теперь берем этот, ну, любой теперь придумать профиль, какой нам нравится. Но мы сделаем чуть попроще. Так. Поведем его теперь в G по Y вот сюда. Так. Смотрим. Может быть, немножко надо уменьшить высоту. Мальшеватая высота. Поэтому вот так. Хорошо. Нет резюме. Так. Если мы теперь всем довольны, то, в принципе, я сделал маленькое колечко, женское как муское. Давайте мы E-Player все сделаем. Иначе у нас не будет импортироваться никуда. Да и связать некоторые вещи неплохо было бы. То есть, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, тут металл. Зачем нам столько E-Player? Да? Все почти что так. И вот так. Больше здесь нет. Так. Вот тут мы E-Player можем все удалить теперь. Нам не нужны они просто-напросто. И этот. Понятно, что они когда я делал... Когда я сделал дубликацию, то издублицировали с этим. Так. Теперь это, это, это и вот это. Это один и тот же металл. Объект. Дуэйн. Так. Так. Это металл. Металл N. Так. А это у нас Доби 0.2. Теперь. Вот этот цилиндр. Мне вообще не нужен. Или так? Так. И теперь вот эти металлы. Да? Скажем, объект Джойн. Нет. Джойн. И скажем, что это металл. Да, вот скажем. Уже нет здесь. Да, вот да? Все. Готово. И теперь мы можем это сохранить не только как в Blender. Так. Назовем это KetenRing. KetenRing. Save. Отлично. KetenRing готов. И импортировать теперь файлы. Экспорт, вернее экспорт. Вот этот экспорт. Три здесь. Сделаем. И загрузим. Так. Ну, по рендерингу здесь не будет. Вообще никаких проблем, я считаю. Так. Все. Он загрузился. Давай, 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 давай. Здесь я пока... Так. Мы в кейшоте. Я считаю, что кейшот для предметки, ему равных нет просто-напросто. Настолько он хорош. Ну, допустим, я хочу вот так сделать. Сделаем на белом фоне, не будем особо заморачиваться. Так. Откроем здесь KetenRing. Металл и металл. Вот эти два металла. Ну, надо полированным золотом покрыть. Что такое. Вот. Вот. Что такое. Все мирно. И еще один металл. Вот так. Все покрыли. А эти доби... Мы сейчас пойдем... Глаз. Вот кристаллы, вот диаманты наши. Давайте мы их сюда сейчас... Диаманты... Диаманты... И вот сюда диаманты. Практически все. Можем, конечно, пойти еще, к примеру... Ну, что поделать. Ну, давайте пойдемте... Белье их тут возьмем. Шмук. Вот так. Будет как бы... Ну, поконтрастнее, поярче. Так. Далее. Где-гинги мы пройдем, скажем, рефлекс. Вот там. Да? Угу. Ну, и тут... Можем... Поиграться со светлостью, с контрастностью. Все. И... Сказать... Рендер. Рендер у нас будет... Ну, 384 на 215. Ну, чтобы вам показать быстрее, давайте возьмем... 1280 на 720. И скажем... Рендер. Ну, в какой программе можно так быстро провести рендер, скажите мне, пожалуйста. Да ни в какой. Ну, на что... Я поработал в разных, и в Синеме там, и в Короне, и в Синемовской, и в это я тоже поработал здесь, в рендере Блендер. Ну, как бы, не знаю, мне больше нравится, вот, конечно, своей доступностью, своей понятностью. То есть, я с ним очень легко работать, очень легко. То есть, я не знаю английского, спокойно с ним разобрался и работаю на раз. У него единственный баг, это при показе этих кристаллов. Вот тут он, конечно, проигрывает иногда, очень сильно бывают у него баги. А так... Я с ним очень согласен. Всем практически. Ну, если мы видим вот эти вот белые здесь, да, то мы можем просто убрать вот этот... Сейчас... Стоп. Уже видно, что будет. Поэтому уберем вот этот цвет на продукт. Вот, продукт уже будет легче. А если простой сделать, то он и вовсе будет хорошо показывать. Всё. И вот, как я сказал, вот так вот поставить этот, отрендерить. И полюбоваться тем, что мы сегодня очень грамотно всё сделали, всё грамотно расположили. И все теперь поверят, что это действительно ровное кольцо. Его даже можно отправлять в продукцию. Кстати, вот этот тень, её можно тоже регулировать. Если мы зайдём в гивинг, там будет тень. Тенью можно как бы убрать, такую плотную тень. Ну, мы пока с вами вот этим как бы удовлетворимся. Да? И пойдём делать что-нибудь ещё. Всё. Закончился. Сколько здесь, сто процентов, да? Ну, хорошо смотрится. Ладно. До следующего раза, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok